Залпы артиллерийских снарядов, запах пороха и оглушающая стрельба. Представители самого древнего рода войск артиллеристы с большим размахом отметили свой профессиональный праздник. Основной акцент путешествия по истории, пушки 17 века, оружие времен Первой и Второй мировой войны и современные артиллерийские расчеты. Сразу несколько видов оружия собрали организаторы в одном месте. Ощутить дух той или иной эпохи было возможным благодаря костюмам участников праздника. Я солдат вермахта Людвиг Холлбайер, ну а так Федоров Андрей Николаевич. Я прапорщик за пассосом. Прослужил 15 лет в вооруженных силах СССР, России, Белоруссии. Но качество артиллериста, ну смелость, четкость, наверное, стрельбы, математический какой-то расчет. Такими качествами. Денис также представил костюм времен Второй мировой, только в этот раз образец военной формы итальянского солдата. Как известно, во время войны артиллерию называли царицей полей. Человек должен быть грамотным, ну насколько это возможно. В отличие, допустим, от пехоты, да, все-таки этот человек должен быть технически подкованным. А вот Максим представил форму советского солдата образца 1943 года. Для этого он специально приехал из Витебска. Они должны быть отважными. Они всегда прикрывали, как и нас, так и перед атакой. То есть, если нужна была помощь, они всегда нам помогали. Мы стараемся приезжать на все мероприятия, которые проводят линия Сталина. Словом, форма артиллеристов времен Второй мировой войны встречалась на празднике чаще всего. Почему? Находим ответ у молодого поколения. 19 ноября 1942 года был нанесен артиллерийский удар по всем фашистам. Потому и кульминация праздника, зрелищная реконструкция боя также времен Великой Отечественной войны. С трибун за импровизированным сражением наблюдали более сотни зрителей. На праздник приехал и генерал-майор Александр Фень. Уж он-то о войне знает не понаслышке. Я доволен, что у нас вот такой комплекс хороший. Линия Сталина. Это для воспитания нашей молодежи. Да и не только молодежи, а и более взрослого поколения, я считаю, имеет большое значение. Конечно, многие слишком молодые, они увлекаются этой показной игрой, наступательные действия. Это тоже надо, чтобы люди чувствовали, а как оно бывает, как было. Развлечения на праздники были подобраны на любой вкус и для любого возраста. Так можно было и на вертолете полетать, и в бою на мечах силы свои попробовать. Детям же больше всего понравилось разглядывать боевую технику. Словом, праздник получился семейный. Я пенсионер из города Баврусска. Дети живут в Минске. Приехали сюда в гости специально на среднюю Сталина. Я бывший ракетчик ПВО страны. Мне 67 лет. Был в Ашалуке, там участвовал в боевых стрельбах. Ну, мне здесь очень интересно вспомнить историю, посмотреть на бывшие немецкие танки. Не только полетать, пострелять и побегать сегодня могли гости линии Сталина, но еще и разрисовать самый настоящий танк. Специально для «Утро» студия «Хорошего настроения» Яна Леонович и Алексей Колупанко.